Привет, друзья! Меня зовут Павел, и сегодня я познакомлю вас с выставкой, которая проходит в городе Берлин, называется она ИФА. Это выставка бытовой техники и электроники, которая давным-давно проводится. И здесь в огромном количестве павильонов, чуть ли под 30 этих павильонов, показывают различную бытовую технику, электронику и всякое такое. Ну и мы посмотрим, что мы походим в пресс-день, где будет очень мало обычных зрителей, посмотрим, как здесь все готовится и что вообще показывается. Это карта Берлин-Экспоцентр-Сити, ну или Берлин-Мессе, выставочный центр Берлина. То есть, собственно, вот, пожалуй, 29-й, это самый последний павильон, и в итоге, если я не просмотрел, то их тут как раз 29. Есть центральная площадь, где будет всякие разные еда и прочее такое внутреннее во дворе. И многоэтажный павильон, есть даже трехэтажные. Тут не так все просто. Ну и огромные, естественно, выставочные площади. Ну вот в цвете карта, показывающая более наглядно Чукао. Ну и, собственно говоря, самое что интересное... Артем, а достань книгу, пожалуйста. Это каталог компаний, которые представлены на ИХе. В отличие от... Война и мира. Ну, в отличие от обычных выставок, вы как бы понимаете, что что-то здесь неладно. А сколько тут страниц в этом каталоге? 500 страниц. Из Ботсвана есть какие-то компании со всех точек мира. Из Китаев, Японии и Ижи с ними. Даже какие-то вон планы помещений есть. То есть, все очень популярно и подробно. Эпичная книга. Ну и, естественно, на всех этих площадях все эти компании размещаются. То есть, на этой выставке есть вся возможная бытовая техника. Все, что включается в розетку, включая и стиральные машины, и встроенную бытовую технику, душевые кабины. То есть, такое. Я почему-то думал, что это будет выставка небольшой электроники. Оказывается, всей. Однако. Ну, а сейчас мы возьмем и пойдем в павильон номер 12 на стенд Тошибы. Надеюсь, там есть что поснимать. Поскольку здесь реально все продолжает строиться. Продолжает делаться. А это стенд Тошибы. Это штука прикольная, если правильно. А что это? То есть, эта фишка в том, что ты берешь этот SSD фотоаппарат, потыкал, попыкал, пофотал, вставил. Она тут же забыкапила все, что нужно. И в какое-нибудь облако всунула. Здесь 10 гигабайт должно быть на этой штуке. 10 терабайт. А вот этот терабайт, наверное, большая. А этот 28. Вот, вот. Блин, но это SSD, он стоит, наверное, на 28 гигант даже. В таком корпусе. Ну, прикольно. То есть, сама эта флешка с Wi-Fi, это не новость. Вот с таким девайсом, который позволяет PIMS моментально себе все засейвить. Если ты потерял фотоаппарат, то не беда. Ну, как беда, конечно, и расстройство. Да, беда, в любом случае беда. Потерял фотоаппарат, беда. Так, и здесь еще что-нибудь есть интересное. Это всякие трансферджеты под разные интерфейсы. Под iPhone, под все остальные. То есть, фишка этого всего дела в том, что она позволяет сразу же шарить свою информацию по всяким разным сетям. И делать это быстро. Ну, и тут традиционно, тошибовских флешек набор разнообразных. А это просто жесткие диски, да, внешние, без каких-то там этих выпендриваний. Из новинок Toshiba есть два новых SSD. Один Q300, другой Q300 Pro. Отличаются они тем, что у них 19 нанометров. NAND Flash, не знаю, что дает с точки зрения юзабилити, с точки зрения пользователя. Но размер у них обычный. И скорость передачи тоже большая, как и, в общем-то, у многих. Но главное, что гордость тоже Toshiba, что NAND Flash, это их изобретение. А это новые жесткие диски. Такого экстремального размера, серия. X300, High Performance Hard Drive. На 6 терабайт есть, на 5 и на 4. Такие массивные. Фильские параметры. Ну и вид в разрезе. Есть такие же версии Mobile Hard Drive, то есть для ноутбуков. По размеру маленький жесткий диск, а по объему в 1 терабайт. Плюс здесь же еще 8 гигабайт. NAND Flash есть, вдобавок. А вот очень интересный стенд, такой музейный, экспонаты. Старинный ноутбук, это февраль 85-го года. Такая чудесная штукенция. Октябрь 90-го. Интересно, сколько они весят? Здесь масса нет. А, 7,9 килограмм. 8 килограмм. Нормально, это как практически ведро с водой. Февраль 97-го года. Libretto. А это меньше килограмма весит. Прикольно. 2001 год. Такое ощущение, что такие ноутбуки я уже застал у кого-то и видел. Ну, 3 килограмма тоже весит. 2002 год. Ну, это уже вообще почти как нормальный на вид. Но размер тачпада, конечно, забавный. Последний с руками. Вообще малюсенький. Это женский тачпад. Ну, и 2008 год. Какой-то Cosmeo. С такими рамками огромными на мониторе. Да и сам он огромный. А сколько весит? Тоже 3,3 килограмма. Интересно, мило. Богатая история компании. Звук он весит примерно. По ощущениям. 5,7 килограмма весит. Килограмм 5? Попробуем. Я не могу практически одной рукой поднять. Да, с собой не поносишь. Ну, только если на грузовике ездишь, привык будешь истать со своим на танке. Разрешение огромное. Это кнопка аппаратного выключения тачпада, да? Удобно, кстати, чтобы в полусражение не раздолбать его. В полусражение, чтобы не задевать. Кстати, клавиатурка прям приятная. Она вообще неожиданная для ноутбука. И у нас, по-моему, да, отдельно. Нет, они такие же? По-моему, они чуть помягче повесились. Это MacroCenter, наверное, цвет. Ну, да, наверняка игровой раз компьютер. MacroCenter. Ты права купил, что ли? Я бы прочитал, это Шинникс. А, это этот, кондиционер. Это развлечение для тебя и твоего друга. Давай-давай, дави. Давлю-давлю. Я все вдавил, Кимон. А я теперь ухожу. О-о-о-о. Хе-хе-хе. Дикольно. Слушай, прям такой... Как в «Звездных войнах», помнишь? А какой-нибудь ем у вас свежий? Есть какая-то вно? С этой стороны отлично выглядит. Слушай, оно тут эпичнее, чем у Intel Stand. Офигеть, какие стиралки. Вот что такая большая. А, здесь ящик для белья. Обалдеть. Тут на всю семью и даже кошку. Какой-то американский вариант прачечный. Ну, это зачем такой ящик странный. Indoor Ice. Он идет сгенерировать здесь. Сюда наливаешь воду, наверное. Он ее взбалкивает, видимо, как-то. И подает. Да, и подает. А куда подает и что подает? Наверное, сюда кусочек льда подает. Один кусочек берешь? Он, видишь, в виде каких-то долек типа делает. Ну, еще смотри, тут непонятные штуки. А может быть, напиток прислоняешь, он тебе лед падает в него? Ну, тут, наверное, напиток. Только откуда он... Ну... Здесь вода оттуда. Дожди. Вверх. Надо разобраться. Так, вот это для напитка по-любому. Вот здесь твой напиток булькает. Это же... А, точно. Вот нижняя часть, это, наверное, часть связанная со льдом. А верхняя, где напиток генерится? Вот он крутится-крутится, чтобы сам не замерз. А может быть, айсбин, это типа смузи, как это называется? Такая хризис. Да, смузительница. Вот. Это и не лед, и не напиток, а то, что называется сболтанный лед. Он большой, но на самом деле... Почему-то правда похож на какой-то промышленный холодильник, не домашний. Американский какой-то. Такие эти, огромные. Да, вот просто... Смотри, здесь выбираешь, видимо, систему охлаждения, ну, типа, температуру. Вот тут написано, что он сушитель. Ну, это, чтобы, наверное, на этого не было наледи. Как-то, знаешь, старых советских холодильников. Да, да, льда. Ну, тут Тиланов захоронили. Да, да. А вот смотри, тут даже на Pizza Storage написано, то есть, типа, муваешь тему и... и что? Ну, это размер, чтобы здесь поставить, да? Ну, реально, вот, Вирпл, это же американская шарашка, и вот, прямо, реально, американская бытовая техника размера XXXXL. Ну, это обычная стиральная машинка с верхней, как это, как называется этот тип? А это похоже на какую-то сушилку, или что это? Ну, да, сушилка. Просто, в принципе, в любой российской ванной комнате есть набор. Да, ну, придется ванну убрать, и все остальное из ванной комнаты. Не, ну, Крупс, это всякие кофеварки, кофемашины. Ну, просто по форме прикольная такая. Немножко расизмом попахивает, конечно, но... То есть, сюда заряжаешь капсулу. А эту не открыт никак. Здесь всякие эти поддоны. То есть, ты садишься, вот, в этот барабан, начинаешь стираться, или... Что оно тут, для чего? Вот, что здесь написано? Что за жесть? Sonic Chair, звуковое кресло. Это, типа, музыкальное, тут, видишь, вот... Смотри. Боже мой, мужчина, снял лифчик, и говорит, никому не говори. Не, ну, стиральная машина, то, как бы, хрен с ними, но кресло прикольное. Алькантара еще внутри. А по другим аккаунтам. Я, честно говоря, не знаю, что делает этот молодой человек, но он просто прибирает кровать. Что еще ему делать? А здесь интересная история про то, как пылевые клещи, которые живут везде, где можно, вызывают экземы, попадают в легкие. Вот здесь, в микроскопе, можно посмотреть... Нет, камера никак не посмотришь. Ну, в общем, в этой емкости собрано содержимое пылесоса и биологическое разнообразие живности, которые живут в пылесосах и в пыли. Ужас какой! Ну, и всякие крутые дайсинские прибабахи. А это что здесь делать? Сухие завтраки. Пылесосы чудесненькие все. А, кстати, это разные пылесосы. Allergicare, Multifloor, Animal Turbine. Что-то все означает, не знаю, но это разные пылесосы. Пока не имею по цвету. А, ну вот, типа, как они прикольно делают. Спасибо. А, же, вот схема в разрезе. То есть, он вот этими вот резиновенькими пимпочками. А зачем они, интересно? Уменьшает вибрацию или шум резиновой пимпочки? Так, ну, это типа вентиляторы, увлажнители. Нет, влажнители. А где у него этот дымок? Нет, у него дымка. Давай. Так, это что это? Роботы-пылесосы? Кстати, наверное, самые крутые роботы-пылесосы дайсонские. Тут вот даже гусеничный ход у них есть. Надо варгейминг положить в танк. Да. И роботы-пылесос дайсон. По-моему, сойдет на нулевой уровень танка. Так, ну, вот здесь такая вот хрень. Сними меня, пожалуйста. Как я мою руки в дайсонской беде? Жаль, мыло нет. Помыл руки, немножко встряхнули и поехали. Работаем. Ну, почти сухо. А главное, почти сухо. Чудная вещь. Самое главное, что нужно запомнить, друзья, если вы в туалете где-нибудь в общественном встретили сушильное устройство дайсон, то жизнь у вас удалась, и вы прекрасно посушите руки. Так, мальчик все еще пытается кровать заправить. Мне кажется... Не снимай правильно. А, правильно снимать. Ну, он репетирует, я так понимаю, да? Ну, это всем известная автомоечная всякая штукенция. Другое дело, что я не знаю, как правильно произносится. Или Керхер, или Керхер. Как-то, короче, надо спросить у Сашки, которого пока рядом нет. Это что, историческая какая-то штука? 96-й год, смотри, это же опять музейные экспонаты. Да, да. Это 94-й, то есть по убыванию. Ну, это нормально, не так сходу и не скажешь, что. Ну, вот, как бы ключевая разница, как по мне. Вот сейчас вот возьмешь вот в руки такую технику, и ты понимаешь, что это не дешевая китайская техника. Это какая-то европейская, пусть не самая там современная. Но она почему-то отличается внешним видом, пластиком и как бы солидностью, что ли. Хотя на вид такая немножко игрушечная. Это 7-й год и 10-й. Ну, а что, где тот самый модерн, который только может быть... Ну, это типа самая большая, которая бывает автомоечная. Или это не автомоечная? Нет, это, судя по видео, это универсальная хрень для дома и для... То есть ты можешь ее умывать, мыть все, и машину, и ребенка, и котенка. Да, машину, пылесос, чистильщик, двора какие-то. Угу. Я не знаю, если там можно нажать, какой еще. И выходит, и выходит. Это павильон Sony с огромным количеством всякой разной электроники. Вот, друзья, смотреть 4K-видео, ну, конечно, не с записью на камеру, а потом через YouTube, а вот на этих телевизорах это невероятно. Это визуальный оргазм от того, как все четко и как все круто. В общем, что у них тут? Какая-то автосистема, кругом всяких наушников полно любых совершенно. Ну, покажу вам какой-то совершенно упоротый вариант прослушивания музыки, которую я сам не понимаю. Это вот здесь. Какая-то премиальная хрень. То есть, это плеер, который стоит около 30 тысяч. Это усилитель, который стоит около 60. Это наушники, которые хрен знает, сколько стоят. Может быть, тысяч 30. Суммарная вот эта радость послушать музыку за 100 тысяч стоит. Я послышал. Окей, слышно музыку. Но я не понял, зачем. Я не понял, зачем. А в остальном все понятно. Тут телефончики-телефончики. Интересно, вот эта Xperia Z5 Compact. Очень маленький телефон и самое главное, что его приятно держать в руках. Маленький и дорогой. Потому что он мощный. В гаводере. И толстый. Весь пластиковый. Задняя крышка у него из пластика, не из стекла. От того, прикольная. Не сильно маркая. Ну вообще, в целом, весь павильон такой очень эпичный. Тут где-то был дяденька, который ходил и на белом полу стирал тряпочкой следы от обуви, чтобы было все идеально. А вот блудопоказывающая стабилизация оптическую. Такое странное ощущение от Sony, что они вот что-то делают, 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 а ничего хорошо так и не сделали, чтобы стать какими-то чемпионами хотя бы в чем-то. Но либо я что-то не знаю. Велосипедик дрыгается. И стоят две. Ну как они называются, эти камеры? Стадишот. И типа показывается включен стадишот и выключен стадишот. Тем, а встань перед велосипедом. Да. Ну вот, чтобы он тебя поснимал, мы посмеемся. Это стадишот выключен. Это включен. Со включенным стадишотом Тема по-прежнему продолжает активно двигаться, танцит как этот, но при этом окружение не двигается. Как странно работать садишот. Ну давай я встану, а ты посмотри. То есть реально я дрыгаюсь, как дрыгался. А фон не дрыгается. Странно. Ну да, он же имеет там же как бы дальний план получается. Тихо-то едешь, что-то снимаешь. Ну и все шевелится. Ну не так сильно, да? Смотри, здесь прям в ритуре... У меня похоже на камеру стадишот свой собственный, и это убирает уже эти вибрации. Стадишот, стадишотович. А этот набор мототехники тут с какой перепоя? А, к нему нацеплены камеры, куда их можно цеплять. Я думаю, одинаковые, или нет, просто к кому-то обычно. Да-да, все ясно. Да, такая беленькая, и здесь на беленькой сидеть. Потом поездят, и приезжают, потом открывают. На птицу кто-то повесил. Красава. Ну вон на дроне. Надеюсь, никто не догадался эту камеру проглотить и поснимать. Даже на шарика нацепили камеру. Да, это чтобы зад был прикрыт. Парктроник. Это бизнес-стенд Lenovo. Ну, не бизнес-стенд, обычный стенд. Но проблема в том, что я присутствую здесь на дне для прессы за один день до всех остальных консюмеров, в смысле обычной публики. Поэтому здесь все еще в состоянии сборки, но это не самое главное. Вот, так он выглядит. Начинка, честно говоря, мне неизвестна. но он прикольный. Здесь так он открывается, нажимается педаль. Можно посмотреть, что внутри. GTX. Такое охлаждение не эпичное. Ну, технические параметры, я думаю, проще в интернете посмотреть, чем меня спрашивать. Но здесь, по крайней мере, видно, что по i7 внутри есть. Ну, и такая, типа, карбоновая пластмасса. Выглядит симпатичненько. Здесь такие жабры. Ну, с точки зрения дизайна, милый. Ну, вот еще интересная новинка. Планшет Yoga Tap 3 с проектором. То есть, укажи, пожалуйста, вот обычный планшет, это у него встроенный проектор есть, который включается вот здесь вот боковой кнопкой. Можно на эту поставку поставить и светить в глаз. Это карманный проектор. Получается, вот как он делается? Вот так разгибается и регулируется по изображению, по высоте? Надо путь управлять положением, А это хрень не регулирует фокусеров. А, это наклоняется? Глазок, он такой, еще не что, должно наклоняться. На станде Philips так много всякого разнообразного. Что ж, портативная акустика для дачи. Что ж, пипец. Портативная акустика для дачи. Подойдет для маленького бюджетного автомобиля, микролитражного. Установить вместо пассажиров. А сколько здесь этих единиц? Как сказать, для дальнобойщика это хорошее решение. А вот и магнитола. 3 600. 3 600? Да. 20-дюймовый сабвуфер для нормальной производительности. А вот и вижу небольшой телефон для любителей микроакустики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...